Большой субботник организовали сотрудники администрации городского округа Истра совместно с Госадом Технадзором и представителями общественности, присоединившись ко Всемирному Дню Чистоты. В этом году праздник отметили массовыми уборками в 150 странах мира. Не стало исключением и Подмосковье. Экологический десант высадился и на Истринской земле в Ивановском территориальном управлении. Благодаря интерактивной карте Всероссийского народного фронта была отмечена свалка в лесном оси и решили собраться с ближайшими садовыми товариществами, сотрудниками, неразрушенными жителями. Привезли здесь, нести по соответствующий порядок. Мы сегодня взяли с собой два бункера по 8 кубов, взяли с собой 100 мешков, 50 перчаток. Сегодня принимает участие порядка 30 человек. Надеюсь, в ближайшие два часа здесь уже станет чисто и поедем дальше убирать места. Мероприятие проведено в рамках работы штаба по ликвидации свалок по обращению Общественного народного фронта. Уборка мусора продолжится до октября месяца. Особое внимание лесному фонду. По состоянию на сегодняшнее число порядка более 90% свалок, выявленных в ходе трехмесячной операции в рамках работы штаба, в которой возглавляет Витышева Татьяна Семеновна, все эти свалки ликвидированы. Кроме того, работа в этом направлении сейчас продолжается и таким же способом мы помогаем собственными силами убирать эти свалки и хотим привлечь внимание всех жителей нашего округа к этой проблеме, чтобы впредь ее не допускать. Частично те собственники земельных участков, которые допустили недвижающее состояние территории, соответственно, выраженного в навалах мусора, понесли наказание в соответствии с Кодексом Московской области об административном правонарушении. Но, так сказать, львиную долю этих свалок была ликвидирована силами администрации городского округа ИСТР. По словам местных жителей, проживающих в близлежащем садовом товариществе и сегодня вышедших на уборку вместе с общественниками, ими руководит исключительно стремление жить в чистоте. В советское время не все было плохо. Вот этот субботник надо возобновлять, я считаю. Наверное, рекламу чем на пиво делать, лучше делать, давайте жить чисто, хорошо, дружно. Вот на это давить, наверное, по телевизору. Казалось бы, простая истина. Чисто не там, где метут, а там, где не мусорят. Однако проблема, как выясняется, не только в людях, но и в отсутствии идеологии. Когда мы потеряли идеологию, мы потеряли совесть. Вот отсутствие совести – это самая бич нашего сейчас общества. Нас призывают почистите. Вот если вы свернете сюда, пройдете 100 метров, у нас стоят 5 баков, мы все собираем, у нас ограды собираем. И вышли собирать те, кто не ссорят. А те, кто ссорят, им, значит, что идеология такая. Пусть сначала власть что-то сделает, а потом мы будем собирать. А к власти тоже есть претензии. Вот лично я бы сказал, выставьте хотя бы на один день какой-нибудь патруль, меня пригласите, ну, и с полномочиями. И оштрафуйте, и развесьте этих, покажите, товарищи, оштрафуйте парочку. Ну, вот мы здесь 20 лет, такого случая не было еще. Всего за день лесной массив освободили от 16 кубов мусора. А сколько его еще остается лежать там, где ступала нога человека? Автопокрышки, жестяные банки, отходы повседневной жизнедеятельности – разве этому всему место в лесу? Многие из нас бросают мусор по причине отсутствия внутренней культуры, а ее, как говорится, нужно прививать с детства. Возможно, частично проблему можно решить повсеместным оборудованием точек сбора мусора. Но и тут возникают вопросы только уже заинтересованности властных структур в решении большой экологической проблемы. Хочу передать привет всему Подмосковью. Ирина Усик, Антон Елизаров, Истро-РФ.